Отсталые темные горцы, так писали и говорили о нас путешественники, побывавшие в Дагестане. В этих словах было больше правды, нежели превосходства и недоброжелательности. Они взрослые дети, писал о нас один чужий странец. У них нет знаний, надо воспользоваться этим, говорили неприятелям. «Если бы этим народом освоить искусство ведения войны, никто бы не осмелился поднять на них руку», — говорил один полководец. «Если бы теперешние знания прибавить к храбрости Хаджи Мурата или таланту Махмуда», — говорят горцы. «Имам, почему мы остановились?» — спросил как-то Хаджи Мурат у Шамиля. «В груди кипит сердце, в руке острый кинжал. Чего ждать? Идем вперед и проложим себе дорогу. Погоди, не торопись, Хаджи Мурат. Торопливые речки до моря не доходят. Спрошу-ка я у книги, что она скажет нам. Книга — умная штука». «Может быть, и умна твоя книга, имам, но нам теперь нужна храбрость, а храбрость на острее с саблей, на спине коня». «Книги тоже бывают храбрыми. Книга, буквы, строчки, страницы. Казалось бы, простой лист бумаги, но он — музыка слова, певучесть языка, мысль. Это я, исписавший его, и другие люди, о которых я написал, которые сами написали о себе. «Он — жаркое лето, зимняя вьюга, вчерашние события, сегодняшние мечты, завтрашние дела». «Историю мира, как и судьбу каждого человека, надо разделить на две части — до появления книги и после ее появления. Первый период — ночь. Второй — ясный день. Первый — тесное, темное ущелье. Второй — широкая равнина или вершина горы. «Наверное, невежество является преступлением, — говорил отец, — если история так долго и тяжко нас за него карала. Два периода — с книгой и без нее. Но к человеку теперь книга приходит рано в виде букваря, когда человек едва научился ходить. А вот к Дагестану книга пришла, когда ему уже насчитывались тысячелетия. Поздно. Поздно научился Дагестан читать и писать. До этого, в течение многих веков, небо было для горцев страницей, а звезды — буквами. Сизые тучи были чернильницами, дождь чернилами, земля бумагой, трава и цветы, как буквы. А сама высота склонялась над такой страницей, чтобы читать. Красные лучи солнца были карандашами. Они писали на скалах нашу полную ошибок историю. Тело мужчины — чернильница, кровь — чернила, кинжал — карандаш. И тогда писалась книга смерти, и язык ее был всем понятен, не требовал перевода. Женская обездоленность — чернильница, слезы — чернила, подушка — страница. И тогда писалась книга страданий, но мало кто ее читал. Горянки не выставляют на показ свои слезы. Книга — письменность. Вот два сокровища, которые забыл дать нам тот, кто раздавал языки. Книги — открытые окна в доме, а мы сидели в глухих стенах. Из окон можно было бы видеть просторы земли и моря, и чудесные корабли, плывущие по волнам. Мы были похожи на тех птиц, что почему-то остались зимовать, и в стужу стучат клювами в стекла окон, просятся в тепло. Высохшие, опаленные жажды губы горцев. Голодные, горящие наши глаза. Если бы мы умели пользоваться бумагой и карандашом, то не так часто прибегали бы к услугам кинжала. Никогда мы не опаздывали надеть саблю, оседлать коня, вскочить в седло, выйти на поле брани. Тут у нас не было ни хромых, ни глухих, ни слепых. Но мы так опоздали освоить мелкие, как будто ничтожные буквы. А неизвестно, у крово хромает мысль. Тому унцукульские стрости не помогут.